всем привет друзья с вами варчик в этом видео поговорим на тему анонимайзера что это такое почему это хорошо почему это плохо и как она в принципе работает давайте начнем с того как она работает познакомимся с этим анонимайзером в принципе на тесте можно уже посмотреть на него как он работает но в целом протестировать толком не получится поскольку на тесте модами никто не пользуются и xvm в принципе тоже разве что какие-нибудь мододелы которые тестируют свои сборки и отдельные моды чтобы в следующем патче выпускать или обновлять свои моды больше в принципе особо никто модами пользоваться не будет поэтому особо тестировать там ничего да и тест это место где чаще всего происходит какой-то хаос в бою нежели что-то осмысленное тест просто покажет насколько она работает включается выключается и все принципе больше там смотреть нечего я зашел на тест она работает во время боя после того как вы выбрали в настройках включить во время боя ваш ник меняется на другой у вас появляется значок который вы видите что ваш ник заменен и в принципе все и все в бою видят ваш ник другим тот который придумала вам игра это вполне себе осмысленный ник причем я посмотрел у большинства танкистов ник придуманный анонимайзером более красивый и адекватный чем тот который они себе сами делают поскольку обычно у танкистов какой ник стальной нагибата 357 ваня пупкин и все анонимайзер же придумывают какой-то более осмысленный ник который похож реально на ник а не на какую-то билиберду после боя как вы возвращаетесь в ангар после боевой статистики видно ники придуманные анонимайзером но когда вы на эти ники клацаете там уже видно по значку придуманный это ник или этот человек играет со своим ником не включая анонимайзер и когда вы по придуманному нику нажимаете правой кнопкой мыши посмотреть статистику там вы уже увидите действительно настоящий ник вот в принципе все также еще во время боя этот анонимайзер должен скрывать вашу статистику в xvm вместо вашей статистики там скорее всего будет прочерки по типу как будто бы у вас мало боев либо просто ваша статистика недоступна короче говоря xvm не должен будет работать с вашим ником вот и все если вы включите анонимайзер какие из этого получаются плюсы в принципе процент на победу который показывается в xvm в некоторых модпаках будет иметь еще меньше смысла при том что он и так не имеет никакого смысла поскольку он не объективен он не учитывает силу респов один арест может быть сильнее другого поэтому процент на победу высчитывать уже нет смысла это раз второе он не учитывает стоковые танки топовые танки какие там экипажи модули и так далее он учитывает просто циферку статистики это полная ерунда поэтому процент на победу в xvm смотреть нет смысла а если вы это делаете дай бог вам здоровья и так уже один негатив отпадает второе очень часто в бою люди обращают на статистику начинают в чатике вместо боя заниматься ерундой выписывать друг другу писюльки и бой превращается в срач никакого боя уже толком не происходит люди отвлекаются за боем вообще не следят и в принципе все это не всегда случается со статистами статисты чаще всего просто отключают чат и играют дальше в игру а всякие психи красные как не играли в игру так и продолжают в чатике херню заниматься в принципе она не мазер должен уменьшить количество тем для срача поскольку статистика как тема для срача во время боя в некоторых случаях отпадет потому что просто эту статистику не будет видно и это хорошо зашел в бой занимайся боем есть о чем пообщаться в чатике осмысленном ну напиши пообщайся но слезы и срач и разводить во время боя я вообще не понимаю зачем очень давно и уже я выключаю чатик хотя у меня есть желание здороваться с моими зрителями моего канала но я не могу этого делать поскольку чаще всего 90 процентов времени в чатике пишется одно говно которое отвлекает от боя хотя несомненно хотелось бы пользоваться чатиком в world of tanks но если чатик в танках включать то это просто отвлекаться от боя какими-то слезами танкистов она никому не надо также еще есть такая проблема чем лучше ты играешь тем сложнее тебе играть поскольку тебя фокусят и сейчас многие наверное уже побежали тянуться своими лапками клавиатуре и писать что это все херня если у вас не фиолетовый аккаунт вы этого не можете знать херня это или не херня пока вы не попробуете играть на фиолетовом аккаунте вы этого не поймете вот и все если у вас нет фиолетового аккаунта то и писать об этом смысла нет поскольку играя на своем аккаунте я часто вижу что люди ждут именно меня когда я где-то засвечусь вылезу и так далее также еще могут просто сквозь мою всю команду куда-то ломиться чтобы посмотреть именно на меня да не всегда фокусят по их своему иногда фокусят потому что ты светишься и играешь активно но это очевидно но еще очевидно когда именно по их своему упарываются потому что это очень сильно заметно когда люди насмерть просто убиваются лишь бы на тебя посмотреть один раз тычку тебе дать такие ситуации должны убираться из игры потому что это не игра это бред и многие статисты вообще почти модами не пользуются и можно заметить тенденцию чем лучше человек играет тем меньше у них модов на экране задумайтесь что это неспроста очень редко статисты играют с xvm и то сомневаюсь что они прям целенаправленно лезут куда-то и сливаются чтоб стрельнуть в статиста во вражеской команде поскольку понимают что так бой не победить так только своей команде сделаешь хуже ну и какие негативные моменты в анонимайзере негативные моменты это если картошечка что-нибудь там наломает и в принципе последнюю фишку которую они добавили в игру убрали урон по союзникам работает хорошо надеюсь что и анонимайзер будет работать также хорошо смешно что некоторые люди умудряются даже плакать по поводу убранного урона по союзникам даже тут они умудряются лить слезы в принципе то же самое нас ждет и с анонимайзером слезы будут лица еще гуще еще больше уже сейчас в комментариях можно наблюдать везде как льются слезы ца картошки как же я буду теперь выбирать в кого стрелять ведь я же всегда выбирал там у кого статка побольше зачем это делать и такие слезы читать по типу я против анонимайзера мне например скрывать нечего почему из-за нытья всяких блога хейтеров вводит такую нечестную фичу я например не алёшка и до из двух равных целей я выбрал того у кого статка красивше потому что он банально опасней и я не считаю это проблемой человек не считает это проблемой то есть скрывание ника и статистики это нечестная фича а стрелять у того у кого статка больше это честная фича гениально при этом чувака явно никто никогда не фокусил поскольку у него 52 процента и он никому нафиг не обосрался со своими 52 процентами поэтому он не понимает что такое иметь фиолетовую статку но все мы с вами так или иначе пришли в эту игру хотя бы иногда отдыхать но на фиолетовом аккаунте ты никогда не отдохнешь на фиолетовом аккаунте на тебя обращают внимание даже союзники на респе и уже самого начала боя ты под пристальным вниманием не только врагов но и союзников не дай бог ты там где-то катку не затащишь тебя проклянут там до 70 колена а если ты затащил то ты наоборот читер гнида а если статистики не будет видно то ты в бою будешь заниматься либо боем либо нахер ты туда вообще пришел поэтому это что ни на есть лучшая фишка которая выровняет игру в плане честности поскольку чем лучше статистика тем сложнее тебе играть вообще непонятно зачем это ведь статисты же не хотят никогда отдыхать они не люди пусть горят в аду да в принципе я надеюсь что это будет работать так как задумывалась на тесте в принципе она работает но на тесте тяжело пока что ее проверить надеюсь на основе она будет работать идеально эта фишка с анонимайзером а то что кто-то там плачет что они там не смогут что-то фокусить мне в принципе это вообще все равно к своим им не пользуюсь и не вижу в нем никакой пользы только один негатив игра из-за него стала намного хуже но в игре еще много проблем и разработчикам нужно работать и дальше с вами был варчик играть красиво пока